ребята привет сегодняшнее видео это продолжение моего знакомства с моей винтовкой действия трейд волос который я планирую ехать сша на два главных соревнований в чем заключается суть в том что для того чтобы качественно стрелять любые соревнования ты должен абсолютно знать винтовку с которой ты приезжаешь из которой ты стреляешь очень очень важно потому что нужно знать все до мелочей напоминаю что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта если вас что-то заинтересует не стесняйтесь заполняйте формы обращайтесь я всегда буду рад вам помочь у меня очень мало времени на то чтобы узнать эту винтовку для понимания своей предыдущей винтовкой с которой я выиграл экстрим беншвест я работал по моему два года и соответственно у меня очень большой настрел с ней был цвет винтовка ситуация иная поэтому мне необходимо узнать все нюансы последний пожалуй последний из нюансов который бы я хотел для себя уяснить в каком виде это винтовка стреляет ручнее с голым стволом или со стволом с модератором есть еще третий нюанс это с голым стволом из гайки для модератора которая стоит почему это может влиять ну первое модератор может влиять на кучность но это маловероятно потому что это модератор от володи просто так и они очень очень редко в негативную сторону сказываются на кучности боя винтовки но второй момент более важный это общая вибрация системы модератор играет как груз на стволе можно сказать как тюнер ствола хотя это конечно не совсем правильно но примерно и в общем и целом он может сказаться как положительную сторону так в отрицатель конечно если он никак не повлияет на кучность боя буду стрелять с модератором это комфортнее удобнее ну и как-то мне приятно поэтому сейчас мы проведем три теста с голым стволом со стволом и на навернутой гайкой и со стволом из модератора данный ролик не является рекламой какого-либо производителя винтовок или какой-либо конкретной модели винтовки я хочу чтобы вы понимали что отстрел который здесь показан является отстрелом конкретной винтовки с конкретной подготовкой в конкретном состоянии определенным стрелком определенным боеприпасом в определенных условиях это не значит что все они так стреляют или что у вас получится стрелять точно так же я бы очень хотел чтобы вы это понимали также мне ты стоит за что им огромное спасибо прислали колбу на 45 литра теперь у меня больше запас воздуху больше выстрелов больше уверенности это просто здорово сюда я поставил алюминиевое крепление подсошки по-моему по моему сибирь тактику если не ошибаюсь тоже заказывал сша ну дорого вышла с доставкой но захотелось поставил теперь у меня супер жесткое крепление очевидно нужно чем 3d печатная но есть свои нюансы по первым ощущениям кажется что более жестко стал отрабатывать винтовку потому что крепление на 3d печати отрабатывала мягенько да и как бы гасила некоторые колебания здесь все жестко посмотрим проверим ну давайте постреляем очень интересно что из этого выйдет ребят я вчера ночью сидела отвешивал пули до сотой грамма соответственно я ими буду стрелять стрелять буду в одинаковом положении то есть винтовка с 200 атмосфер будет отстреливаться каждый раз перед отстрелом в новом положении буду протягивать один патч с баллистолом для чистки ствола и приведения его в одинаковое положение для всех давайте стрелять и 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 Давайте сходим, померяем, что получилось. По пиковой кучности мне больше всего понравился результат с гайкой на стволе. По стабильной кучности мне больше всего понравился результат без гайки на стволе. С модератором вариант самый худший получился, потому что есть отрывы. Худший для меня, как для спортсмена высокоточника, но для абсолютного большинства этого результата будет более чем достаточно. С чем я еще сегодня поработал? Положение сошек, установка сошек на винтовке в совокупности с заменой колбы, на мой взгляд, повлияло на кучность не самым хорошим образом. Что необходимо сделать было? Я попробовал поиграть положением сошек. Изначально, так как крепление от Saber Tactical рассчитано только на три отделения вивера, а мои сошки под пять, то я спокойно пододвинул и во всех трех положениях попробовал. Заметил, что разница есть, приличная. Понял, что возможно необходимо пододвинуть само крепление сошек назад. Пододвинул назад примерно на сантиметр, выставил сошки посередине. Попробовал пострелять. Вроде бы неплохо. Давайте мы с вами тоже сейчас попробуем. Попробуем. Я думаю, что этого более чем достаточно, и я абсолютно доволен результатом. У меня осталась еще одна большая дорогостоящая часть тюнинга, и я очень надеюсь ее успеть сделать до отъезда в США. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь. Несмотря ни на какие законы, видео на моем канале будут выходить. Всем пока.